Волкодав Зато некоторые старые болячки все же унаследовал City Life World Edition Если не приглядываться, смотрится почти как SimCity, только с некрасивым интерфейсом Возможность побывать на улицах своего собственного города дорогого стоит Warfront Turning Point Классическая РТС Здесь есть Харвестеры, добываются ресурсы сотнями, производятся разнообразные танки, а армия щедро обводится гигантской зеленой рамкой Привет всем реальным геймерам! Для тех, кто еще не знает, меня зовут Борик Это Фак, программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению Начнем мы с игры City Life, классического градостроительного симулятора Задачи привычны, вам надо возвести город-сад, поборов строптивый ландшафт и расправившись с экономическими неурядицами В теории все выглядит хорошо, но на практике эта идея вылилась в глупый гротеск Представители каждого класса красят дома в один единственный цвет, носят одинаковую одежду и никак не соглашаются жить под одной крышей с иноверцами Исправить ситуацию должно продолжение City Life World Edition City Life обладает вполне разумной классовой концепцией Тут все городские жители условно разбиты на социальные категории Понятное дело, что мечта любого мэра состоит в том, чтобы заселить свой город элиты и бизнесменами Отчего налоговая касса немедленно наполнится до краев Но у каждой социальной фракции имеются свои требования к окружающей действительности Интеллигенты отказываются жить в трущобах Элита требует роскошные бутики через каждые два метра Словом, представители различных классов друг друга не любят Для того, чтобы оценить всю глубину собственной неправоты Авторам City Life, конечно, стоит прокатиться в Москву и самолично посмотреть Как на одной стоянке коллекционные модели Mercedes соседствуют с ржавыми жигулями Игра поступила в продажу 2 февраля 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 2 ГБ на жестком диске А также видеокарта уровня Radeon 9700 или GeForce FX и 128 МБ видеопамяти Со временем City Life из симулятора мэра превращается в симулятор какого-то городского завхоза Каждое конкретное здание требует вашего личного контроля Это особенно удивительно, потому что Монте-Кристо вроде бы сделали капиталистический симулятор Где присутствует частная собственность Но нет, городская казна и мэр лично отчего-то несут связанные с немуниципальными строениями расходы Наша оценка геймплея 4 балла Визуальная City Life выглядит прилежным таким учеником задней парты Только в дополнении появилось разнообразие строений А жители так и остались очень похожими Если не приглядываться, смотрится почти как Симу-Сити Только с некрасивым интерфейсом Наша оценка графики 4 балла Возможность побывать на улицах своего собственного города дорогого стоит Со звуковым оформлением все в порядке Эффекты подобраны удачно, а музыка привлекает внимание удачными композициями И уже скоро вы будете полностью погружены в происходящее Наша оценка озвучки 5 баллов В City Life играть можно Для всех, кому не терпится выпустить своего внутреннего мэра-управленца наружу Продукт Монте-Кристо отличный шанс К сожалению, за нагромождением местных графиков не скрывается и десятой долей той глубины Которую содержит любая часть Сим-Сити Наша общая оценка игры 4 балла Аддон не сильно изменил ситуацию Конечно, более 100 новых зданий добавляют разнообразие Но в остальном все те же клонированные жители и все остальное Играть интересно, но недолго Абсолютно вторичная игра, на которую к тому же потрачено очень мало ресурсов Честное слово, Текун-Сити Нью-Йорк при всех недостатках смотрится намного лучше Но несмотря ни на что, как всегда, ответим мы на ваши вопросы по игре Первый вопрос Я хочу сделать красивый город, но у меня никак не получается сделать дороги не только под прямым углом Помогите мне Отвечаем Все очень просто Чтобы укладывать дороги не только под прямым углом, нужно держать нажатую левую кнопку мыши Следующий вопрос Как мне улучшить дома жителей, чтобы там жили люди с большим доходом? В игре написано, что нужно образование, но школы, которые я построил, не дают эффекта Отвечаем Люди будут пребывать, если для них есть работа и они рядом с их жильем Также вы не сможете обойтись без самых бедных жителей А самые богатые смогут поселиться у вас, когда в городе будут жить более 8 тысяч жителей Следующий вопрос У меня никак не получается заселить элиту Зона, которую я застраиваю, для них привлекательна, но для бедняков она очень привлекательна И они заселяют здания Что делать? Отвечаем К сожалению, бедняки в этой игре как вирус Они будут рады жить везде и спасут только две вещи Отсутствие работы для них и плохие соседи Это можно определить при строительстве зданий на индикаторе отношений между жителями И затем вам нужно будет привлечь элиту всеми возможными способами В первую очередь им нужна работа в шаговой доступности Кинофильм «Волкодав» из рода серых псов Примечательен сразу несколькими вещами Во-первых, это самый настоящий голливудский попкорн-блокбастер, сделанный в России Ничего выдающегося, но смотреть тем не менее очень даже приятно Во-вторых, перед нами абсолютный чемпион страны по количеству игроизаций Их в этот раз выпустили аж три штуки Так что, собственно, начнем разбор Сегодня у нас первый гость «Волкодав» — месть серого пса Разработчики, наверное, старались передать славянский колорит Но вот только методы для этого они выбрали не совсем удачные Однообразные березки и не менее однообразные мужики С наигранным старославянским выговором правильно атмосферы не создают Тем более не создают этой атмосферы горшочки аптечки Откуда сыплются красные медицинские крестики и смешные звездочки Которые витают над головами оглушенных противников Сюжет, как и полагается, повторяет события фильма Плюс в нем есть несколько вещей, которые остались за бортом сценария И увидеть их можно только в оригинальной книге Марии Семеновой Подается все это с помощью видеофрагментов из фильма Рваных скриптовых сценок с дубовой анимацией и пафосных диалогов Противники глупы, так что бои с ними обычно сводятся к бесконечному Клик-клик, аптечка, клик Радует разве что разнообразие врагов На протяжении игры нам встретятся людоеды Мохнатые волки с медведями и мертвецы с призраками И всякие прочие страшные твари От вашего компьютера «Волкодав» потребует процессор с частотой 2 ГГц 512 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 2 ГБ Для более интересного закликивания в игру встроена простенькая ролевая система Несколько базовых параметров, возможность обучаться спецприемам и повышать характеристики Правда, очень быстро понимаешь, что все это не спасает геймплей от нарастающего однообразия Игровой процесс оценки выше тройки не заслуживает Техническая сторона очень неоднозначна Есть просто потрясающие пейзажи А есть и откровенно пустые сцены с мутными текстурами Модели персонажей прилично детализированы, но очень плохо анимированы Ну и традиционная проблема русских игр Многочисленные баги Враги вертятся волчком во время битвы Волкодав вертится волчком во время бега из криптовых сценок Герои регулярно застревают в окружающих их предметах А игра обожает тормозить во время крупных баталий Натянутая четверка за внешний вид А вот музыка, хоть и выполнена не по славянским канонам Но тем не менее очаровывает Композиции разнообразны, приятны на слух и отлично подходят игре Пятерка за музыкальное сопровождение Игра получилась куда лучше многих других аналогичных проектов Российские игры, сделанные по отечественным фильмам А приори вызывают негативные эмоции Месть серого пса, несмотря на большое количество недостатков Понемногу начинает разрушать сложившиеся стереотипы Четверку получает волкодав Самый больной тычок в спину получат те, кто высидит и пройдет игру до конца Три банальных финала Один очень увлекательный, но недоделанный квест Хотелось, если честно, большего Но, увы, перед нами всего лишь средненькая экшн-РПГ Как раз такого качества, какого обычно и бывают игры по фильмам Вопросов, однако, от этого не меньше Прямо сейчас ответы на самые частые из них Вопрос Я встретил волква на дороге, и он просит меня спасти какой-то дуб Что мне делать? Отвечаем Согласитесь ему помочь Дуб этот находится как раз неподалеку На пригорке по левую руку Крестьянин-разбойник от своих планов по сносу дерева не отступится Поэтому придется его поколотить, а также и подельника, выскочившего из леса Заберите их оружие, поговорите еще раз с волхвом и продолжайте топать по тропинке дальше Вопрос Как убить людоеда, виновного смерти семьи волкодава? Где мне его искать? Отвечаем Необходимо добраться до поселения за мостом Там поговорить с Сенером и победить его в поединке Глупый воин перед смертью расскажет о потайной двери в замок людоеда и ключике от нее Которые он опрометчиво держит при себе После битвы бегите дальше по дороге едва заметному барьеру Где переходите на новую локацию Там и проживает ваш заклятый враг Смотрите во второй части программы Warfront Turning Point Классическая РТС Здесь есть Харвестеры, добываются ресурсы сотнями Производятся разнообразные танки, а армия щедро вводится гигантской зеленой рамкой Шерл Комс We Awaken It Геймплей игры в жанре ничего нового не привнес Кроме разве что третьего измерения Зато некоторые старые болячки все же унаследовал Смотрите во второй части программы Шерл Комс We Awaken It Геймплей игры в жанре ничего нового не привнес Кроме разве что третьего измерения Зато некоторые старые болячки все же унаследовал Warfront Turning Point Классическая РТС Здесь есть Харвестеры, добываются ресурсы сотнями Производятся разнообразные танки, а армия щедро вводится гигантской зеленой рамкой Изящная битва разума и мистических суеверий развернется в рамках увлекательной игры, созданной по мотивам произведений Артура Конан Дойла Шерлок Холмс The Awakened Новый детективный квест переносит нас на знаменитую Бейтер Стрит Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону предстоит расследовать новое дело о похищении людей В официальной продаже игра появилась 15 февраля Изданием в России занимается компания «Новый диск» В магазинах эту адвенчуру можно найти под названием «Шерлок Холмс 3. Секрет Ктулху» Цепочка страшных улик, которые вам предстоит найти, приведет Холмса в потусторонний мир В этой истории оказывается замешана таинственная секта фанатичных последователей божества безумия Ктулху Главное достоинство третьей части «Переключения Шерлока Холмса» заключается в том, что действие теперь разворачивается в полностью трехмерном мире Нам предоставляется полная свобода передвижения, в отличие от классических квестов, использующих принцип статичной локации Кроме этого, в игре есть загадки, для решения которых потребуется знание закона физики Вам предстоит побывать в пяти странах мира и познакомиться с десятками персонажей Для запуска игры вам потребуется процессор с частотой 1,3 ГГц, 512 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти На жестком диске третья часть «Переключения Шерлока Холмса» займет 2,5 ГБ Геймплей игры в жанр ничего нового не принес, кроме разве что третьего измерения Зато некоторые старые болячки все же унаследовал В течение игры наши герои ходят парой, но свободы действий это, к сожалению, не добавляет Второй персонаж не является интерактивным и не может быть использован игроком А переключение происходит автоматически и строго по сценарию Это заметно обедняет игровой процесс и делает необходимость работы в паре весьма надуманной Четверка за геймплей Процесс расследования происходит в режиме от первого лица Но мы то и дело видим себя со стороны в моменты переключения между персонажами Или в роликах, выполненных на движке игры К сожалению, анимационные вставки вызывают единственное желание Чтобы те поскорее закончились, потому что смотреть, например, на каменное Ничего не выражающее дежурное лицо, якобы рыдающей женщиной, нет ни сил, ни желания Все остальное выглядит несколько лучше Отличную работу художников смогут оценить обладатели современных видеокарт Вода и освещение прекрасно подчеркивают богатство текстур 4 балла за внешний вид Музыкальное сопровождение удачно создает гнетущую и таинственную атмосферу Всецело соответствующую характеру игры Персонажи полностью озвучены и добросовестно проговаривают свои фразы голосами профессиональных актеров Впрочем, российская локализация многим может не понравиться Но это уже скорее дело вкуса Пятерку за вокал получает Шерлок Холмс Шедевром игра стоя Шерлок Холмс в Awakened По многим причинам не назовешь, однако использование популярных персонажей, довольно интересный сценарий и хороший графический движок Делают ее весьма желанной Тем, кто уже устал от адвенчур с надуманным сценарием и примитивным графическим исполнением Стоит обратить внимание на эту игру, где есть на что посмотреть и где пораскинуть мозгами Твердую четверку получает третья часть о приключениях Шерлока Холмса Лично меня порадовал вид от первого лица Благодаря свободной камере игрок получает свободу, которой так не хватало в поинт-кликовых квестах Несмотря на не самую лучшую графику, игра все равно выглядит очень стильно И передает атмосферу таинственности старого города Но самое главное, это конечно задачи, которые вам предстоит решить Некоторые самые трудные из них мы сейчас детально разберем Вопрос А можно где-нибудь посмотреть диалоги Шерлока с персонажами игры? А то я все время забываю, кто что мне сказал Отвечаем Да, такая функция есть Искать ее следует в инвентаре, который вызывается правой кнопкой мыши Вопрос Как мне найти книжний магазин Бэрнса, который посоветовал посетить Ватсон? Отвечаем Спускайтесь на улицу и подойдите к полицейскому сержанту Рафлезу Поговорите с ним, и он покажет примерный маршрут С Бейкер-стрит поверните направо Затем по Мелкам шагаем, пока не увидим на углу торговку цветами Сворачиваем и попадаем на Гленворд-стрит, где с левой стороны находится нужный нам магазин Вопрос Я собираю улики по поводу похищения слуги капитана Захожу во двор, там ворота, которые не открываются Что мне делать? Отвечаем Посмотрите вокруг и увидите лестницу С ее помощью вы сможете залезть на забор Там колмс найдет какие-то волокна и погнутый пруд Возвращайтесь к капитану, ворота открывать не надо Вводить в РТС добычу ресурсов и щеголять армадами танков сегодня считается плохим тоном В моде интеллигентные, точенные стратегии без грамма лишнего веса Но следующая игра является исключением Более того, перед нами первый за долгое время и идейный наследник, нежно любимый многими ветеранами Red Alert Warfront, Turning Point, тренированных кальмаров не будет, но вместо них имеется адских размеров танк Харьков А также гигантские, человекоподобные роботы с символикой Третьего Рейха на борту Сюжет Turning Point крутится вокруг зловещего советского плана Который СССР вынашивал за кулисами Второй мировой Альтернативная история развивалась следующим образом Третий Рейх благополучно воспользовался плодами прогресса и пустил в массовое производство шагающих роботов Звуковые танки, летающую пехоту и прочие радости жизни Благодаря обновленному арсеналу немцы благополучно захватили Британию и потирали влажные ладони Ожидая капитуляцию всего остального мира Научно-техническими достижениями также научились пользоваться американцы Которые помогли отбить Англию и собрались уже навешать Гитлеру пару плюх Но тут на сцену выходит Надя Аманова Роковая женщина, руководящая группой элитного советского спецназа Одновременно в игру вступает и лидер немецкого сопротивления Некто Роланд Хельман Который связывается с главным героем и сообщает Что Советский Союз готовит всему миру нечто такое Отчего Гитлер с его детсадовскими шагающими роботами Покажется обычным усатым эго-маньяком-спотницей Игра поступила в продажу 19 февраля 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 256 МБ видео И 3,5 ГБ на жестком диске Turning Point — это классическая РТС Здесь есть харвестеры Добываются ресурсы С сотнями производятся разнообразные танки А армия щедро обводится гигантской зеленой рамкой Геймплей строится следующим образом Вы находите приклятную поляну неподалеку от очередной золотой шахты Разворачиваете командный центр Налаживаете производство ресурсов И отстраиваете базу Turning Point целиком и полностью посвящена Лихорадочному мельтешению мыши И производству самых мощных танков в максимальном количестве Затем эти самые танки обводятся рамкой И посылаются на вражескую базу И, конечно, главный гвоздь программы — супер-юниты Наша оценка геймплея — 4 балла Визуально Turning Point выглядит весьма убедительно Соревноваться, например, с Warhammer Mark of Chaos при такой картинке У Digital Reality, разумеется, не получится Но определенное очарование в местных спецэффектах присутствует Да, при увеличении модели солдат Демонстрируют неопрятную детализацию А текстур на танках оставляют желать лучшего Но скажите честно Как часто вы пользуетесь максимальным зумом в стратегиях? Наша оценка графики — также 4 балла Если вы ищете стратегию, в которой фашистские шагающие роботы Производятся в неограниченном количестве Солдаты выживают после попадания ракеты в лицо А среди персонажей присутствует спецагент Надежда То к Turning Point явно стоит приглядеться Наша общая оценка игры — 4 балла с плюсом Turning Point явно не обладает серьезными амбициями И в грядущей стратегической битве Титанов Ее отведено скромное место во второй лиге Эта игра пышет тем самым звериным драйвом На котором успешно работали и Red Alert И ранее Command & Conquer Эта игра напоминает свепое месиво 20 танков на 5-метровом клочке карты Но и для тактиков найдется много интересных ситуаций Чего только стоит грамотная оборона От постоянных атак противника И сейчас мы поговорим о некоторых тонкостях игры И ответим на ваши вопросы Первый вопрос Что это такое? Отвечаем Это значит, что тебе нужно улучшить завод по производству танков Следующий вопрос Хелп! Я прошел всю кампанию за союзников и застрял в миссии за немцев Где надо захватить столицу русских Я всех уничтожил и ничего не происходит, а? Что делать? Отвечаем Не можем точно сказать тебе условия победы Но у нас десантники стояли пару минут на Красной площади Перед тем, как была засчитана победа И еще Попробуй проверить внимательно всю карту на наличие противника И особенно северо-восточный угол Но сегодня это все Заходите в форум на сайте мус.тв.ру Я и там общаюсь с вами Меня зовут Борик Ротор и это был Фак Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.mus.difistv.ru И помните, что ваши вопросы – это наше все Без вас нет нас Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok